МВД Президент отметил, что взаимоотношения правоохранителей и бизнеса всегда в центре внимания не только в России, но и за рубежом. По мнению Владимира Путина, в условиях санкции правоохранители обязаны активнее защищать интересы предпринимателей, сбавляя от лишних проверок. В последний день февраля в режиме видеоконференц-связи прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Руководители городов и районов Ямала рассказали о проделанной работе и планах в сфере благоустройства. Заместитель губернатора Ямал-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев напомнил, 2019-й объявлен главой региона годом благоустройства, на которое из окружного бюджета выделили больше 2,5 млрд. рублей. Также Сергей Карасев отметил удовлетворенность жителей Ямальского района подготовкой проектов благоустройства своих поселений. Руководитель надеется, что к концу года ямальцы останутся довольны и конечным результатом. До октября 2019 года в Ямальском районе появятся следующие объекты благоустройства. В Панаевске реконструируют сквер по улице Лаптандер-Темни, а также футбольное поле, которое доработают спортивно-игровыми комплексами. В Ярцеле появится парковая зона со стоянкой по Советской улице. В Новом Порту соорудят велороллер-дром, а также благоустроят парк имени Густава Бекмана. В Мысе Каменном разобьют сквер геологов. Кроме этого, в поселке построят многофункциональный спортивно-игровой комплекс. В самом северном селе района Сейхе появится свой сквер влюбленных на Ягельной улице, а также площадь возле Дома культуры. Кроме того, чтобы обустроить общественные территории поселений, где проживают менее тысячи человек, из окружного бюджета выделено 5 миллионов рублей на строительство спортивной площадки в поселке Сюнай-Сале и 6 миллионов рублей на установку детской площадки в селе Салимал. Защита от сибирской язвы. В арктическом регионе запланирована ежегодная вакцинация тундровиков против опасной инфекции, вспышка которой произошла летом 2016 года на полуострове Ямал. Под иммунизацию сибиреязвенной вакциной попадают жители старше 14 лет, которые контактируют с северными оленями. Эта прививка двукратная, ее ставят с интервалом в 30 суток. Для поддержания иммунитета прививаться от сибирской язвы нужно каждый год. В этом году в Ямальском районе планируют привить 125 и ревакцинировать 2800 оленеводов и членов их семей. Всего в регионе на 2019 год иммунизации подлежат 502 человека, а ревакцинации почти 8 тысяч жителей. Для прививок ямальцев приглашают во врачебные амбулатории и участковые больницы по месту жительства. Кроме того, для повышения доступности иммунизации запланированы вылеты медицинских бригад на стойбище. Начало весны самое время строить планы на предстоящее лето. С 1 марта на Ямале начинается заявочная кампания на летние смены в детских оздоровительных лагерях. По информации агентства «Северпресс», заявки традиционно можно подать через единый окружной интернет-портал www.mallcenter.ru. Первыми это смогут сделать родители или законные представители детей-льготников. В этом году даты начала приема заявок отличаются в зависимости от региона отдыха. Так, в детские лагеря Краснодарского края и Республики Крым прием заявок от льготных категорий граждан проходит с 1 по 14 марта. С 15 марта заявки принимают уже на общих основаниях. Учреждения отдыха Тюменской области и средние полосы России заявки от льготников принимаются со 2 по 15 марта, далее с 16 марта на общих основаниях. В Болгарию заявки от льготных категорий граждан принимаются с 3 по 16 марта, от всех остальных с 17 марта. Как и в прошлый год, и льготники, которые по каким-либо причинам не успели подать заявку в первоочередном порядке, также смогут претендовать на отдых, но уже на общих основаниях. Система подачи заявок полностью автоматизирована. Заявитель подает все необходимые документы в электронном виде на портале www.mallcenter.ru. Для этого нужно сделать фотографии документов, можно мобильным телефоном. Как только заявка отправляется на рассмотрение, место в лагере бронируется за ребенком. В течение 7 рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки путем отправления смс-сообщения или письма на электронную почту. Также заявку на летний отдых можно подать через уполномоченные органы Организации отдыха и оздоровления детей. В Ямальском районе это молодежный центр «Импульс». Ямальцы дали свою оценку по пятибалльной шкале ледовому городку в Ярселе и рассказали о том, пользуются ли они сайтом Госуслуги и насколько довольны его работой. Своё мнение жители оставили на интернет-портале «Живем на севере», участвуя в тематических опросах. На вопрос о том, удовлетворены ли ямальцы работой портала Госуслуги, первое место занимает позиция «Активно пользуюсь, получая услуги в электронном виде». Более 70 ответов. Больше 150 голосов отдали жители за положительный ответ в вопросе, пользуетесь ли вы получением услуг на портале www.gosuslugi.ru. 78 ямальцев дали наивысшую оценку ледовому городку, который построили в районном центре к 2019 году. Все три опроса закончились сегодня, 1 марта. Также на сайте «Живем на севере» продолжается опрос в сфере здравоохранения. Спешите поделиться своим мнением о качестве медицинского обслуживания в Ямальском районе на платформе «Решай». На платформе «Предлагай» вы можете оставить свои идеи празднования 90-летнего юбилея Ямальского района, который состоится в сентябре 2020 года. Галерея ярких красок и по-настоящему весеннего настроения развернулась в Ямальском центре внешкольной работы. Напротив центрального входа педагоги вместе со своими воспитанниками организовали выставку произведений, которые даже сложно назвать рисунками, скорее настоящими картинами на тему весны, любви и женской красоты. По словам организаторов, эта выставка-конкурс проводится ежегодно и каждый раз работы юных художников поражают воображение. Сегодня первый день весны и мне очень хотелось, чтобы двери распахнулись и наши коллеги, дети, девочки пришли, посмотрели, полюбовались работами хорошими. Мы создали себе хорошее настроение, другим хорошее настроение, поэтому сегодня мы подарили такой кусочек весны. Здесь есть всевозможные работы, выполненные в различных техниках и способные поразить даже далекого от художественного искусства человека. Выставка открыта каждый день, посетить ее может любой желающий, а также принять в ней непосредственное участие. Если вы тоже не обделены талантом и готовы представить свои работы на всеобщее обозрение, можно принести их сотрудникам Центра внешкольной работы до 15 марта. После чего организаторы подведут итоги и выявят самые лучшие рисунки. Сегодня милая бушистая дата. В первый день первого весеннего месяца по стихийной традиции в России отмечается День кошек. Впервые этот праздник организовали Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году. Интересно, что во многих странах тоже установлены национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Основанием для празднования стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Существует даже специальная наука о кошках – фелинология, которая доказывает, что коты – это умные животные. В отличие от собак, они не приносят брошенную хозяину палку лишь потому, что кошка не считает себя обязанной выполнять глупые приказы человека. У многих народов даже существует поверье, что кошки проживают несколько жизней. Сегодня не забудьте уделить особое внимание своему питомцу. В два раза чаще потешите за ушком, в два раза больше покормите. И благодарность от вашего пушистого друга не заставит себя долго ждать. Субтитры создавал DimaTorzok